Подними его, ну-ка, подержи с лошадью. Тяжеленький! Это Эдуард. Оружием особо не увлекается, однако и он нашел локацию по своим интересам. Я больше электроника-программист. Там были разные устройства, рации, станции, всякие. На дне открытых дверей каникулы с Росгвардией ребятам удалось поговорить посредством полевой связи, примерить защитный шлем и просесть под тяжестью бронежилета. Они побывали сегодня впервые у меня на работе, посмотрели воочию, познакомились с техникой, с автоматами, с оружием, с различным. Подержали его в руках. Дети также посетили экспозицию ведомственного музея и пообщались с сотрудниками подразделения специального назначения. Семьи должны понимать, чем мы занимаемся. Они должны немножечко хотя бы хоть часть таких встреч, она это дает прочувствовать всю важность нашей работы. Не обошлось и без учебных стрельб. Все желающие посетили военный тир, где проверили свою меткость, стреляя с пневматических винтовок. Я что занимаюсь стрельбой, что хорошо получилось, стреляю, что все шарики сбил. И, конечно, почувствовать себя настоящим бойцом можно только отведав солдатский обед. Повара полевой кухни накормили ребят гречневой кашей и сладким чаем. Самых маленьких развлекали веселыми конкурсами, а музыканты военно-духового оркестра выступили перед детьми с концертными номерами. Данное мероприятие проводится с целью формирования у детей знаний о деятельности органов государственной власти. И это одна из форм работы по патриотическому воспитанию молодого поколения. Думаю, что ребята, побывавшие у нас на экскурсии, увидели много интересного. И, возможно, кто-то из них захочет связать свою жизнь со службой в силовых структурах. Юлия Щепина. День с толком.